Мы сейчас действительно совершаем ряд действий для того, чтобы сделать наказание за хищение бюджетных средств более серьезным и для этого принимаем ряд поправок в нормативные акты. Но если говорить об эффективности этой меры, то, на мой взгляд, можно обсуждать это только в комплексе, поскольку никакие самые серьезные меры антикоррупционного характера не работают без понимания неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания – это необходимая компонент нормальной антикоррупционной политики. Я могу привести пример из своей практики, которым я занимался как депутат. У нас нынешний министр образования в бытность своего ректора одного из московских вузов. Судя по всему, стал одним из фигурантов уголовного дела. Там речь шла как раз о хищении бюджетных средств. 57 миллионов рублей – это дело МИСИС, Московского института стали и сплавов. Но после этого дело куда-то растворилось, то есть его в буквальном смысле потеряли. А господин Ливанов из ректора стал целым министром образования, и теперь коррупционные скандалы сотрясают уже его ведомство. Это и злоупотребление с ЕГЭ, это другие скандалы в Министерстве образования, также коррупционного толка. Но причина и корень здесь тот же самый. То, что нам с прокуратурой пришлось восстанавливать уголовное дело, которое было утрачено, и сейчас оно снова расследуется о хищении бюджетных средств, и господин Ливанов проходит по нему пока свидетелем. Вот если его статус изменится, и мы сможем все-таки говорить о неотвратимости наказания, тогда это действительно станет какой-то эффективной действенной мерой. Продолжение следует...